Доброе утро, друзья! Встречаем утро четверга в хорошем настроении. Масленица продолжается, а соответственно продолжаются и блины. Готовит для нас уже по сложившейся традиции шеф-повар трактира елки Виктор. Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами готовить блины дрожжевые. Мы будем делать тесто дрожжевое, то есть оно может готовиться различными способами, может готовиться на опаре, может быть безопарный способ. Мы будем использовать самый простой для домашних условий, способ безопарный, то есть все будем замешивать в один замес. Возьмем муку. Здесь же мы будем использовать дрожжи быстродействующее. Добавим дрожжи непосредственно в муку, добавим пару яиц, обязательно подогретое молоко. Соль, сахар, все по вкусу. В дрожжевом тесте сахара можно использовать больше, чем в бездрожжевом. Почему? Так как дрожжи, которые любят сахар, будут взаимодействовать. А чем лучше оно поднимется, тем пышнее будут блины. Да, будут наши блины. После замеса теста, тесто также требуется процедить через сито. Итак, тесто мы подготовили и оставим его отдыхать порядка где-то на полчаса. И вот прошло некоторое время, наше тесто поднялось, стало вот таким пушистым, увеличилось в объеме. Масло, которое мы добавляем в тесто. То есть оно препятствует брожению, как и любые жиры. Опять же, наша любимая сковорода. У нас тесто какое получилось воздушное. Четверг на масляной неделе называется «Широкий четверг» или «Разгуляй». В этот день начиналась так называемая «Широкая масленица». Повсеместно пекли блины, радовались, веселились, гуляли еще более широко, чем три дня до этого. Устраивались кулачные бои, всевозможные потехи, забавы. В общем, очень весело люди отдыхали. Итак, мы напекли небольшую стопочку блинов. Теперь нам нужно сделать к ним начинки. Я думаю, что те, кто родился в Советском Союзе, помнят, что четверг у нас рыбный день. Возьмем немного сметаны, небольшой кусочек особо соленого лосося. Нарежем тонкими пластинками. Небольшие веточки петрушки или укропа свежей зелени. Посыпем вовнутрь, придаст свежесть. Как красиво! «Завернем блин каулетам». Такие вот у нас симпатичные блины на срезе. Дополним наши блинчики. Символ буржуазной России. Или старый, древний деликатес. Оранжевого настроения и прекрасного дня! Для приготовления дрожжевых блинов с семгой нам понадобится пшеничная мука, молоко, вода, соли, сахар по вкусу, растительное масло, дрожжи. Для начинки слабосоленая семга, сметана, зелень. Редактор субтитров А.Семкин